Уважаемые зрители, дорогие слушатели, рада вас приветствовать в эфире передачи «Якутск. Сегодня». За микрофоном сегодня я, ведущая Анна Фёдорова, исполнительный директор Акционерного общества «Прогноз» и автор инклюзивного проекта «Обнимаю сердцем». За режиссёрским пультом Ольга Степанова и Николай Дмитриев. Сегодня у нас особенные гости, и я рада представить вам Савелия Григорьева, ученика республиканской коррекционной специальной школы, Баира Намбарова, человека, который взорвал интернет с песней Виктора Цоя. Я, как реальный фанат Виктора Цоя, сейчас также фанатею от творчества Баира. Также руководитель, сурдопедагог, отличник образования республики Марфа Иннокентьевна Попова и имама Баира, Лилия Намбарова. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! В первую очередь я хочу пожать мужественную руку Савелия, который, несмотря на свой несчастный случай, который буквально на днях случился, всё-таки будет выступать. Настолько у него много мужества, рвения и желания участвовать на инклюзивном нашем концерте. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажи, пожалуйста, как случилось это? Ну, мы с пацанами играли в футбол во дворе, да? Я подстеркнулся, ну, полежал на земле, да? А мой друг, Тимур, да? Случайно наступил между указательным и большим. Врачи сказали первым пальцем. Ну вот, больно было? Да, больно. Как сегодня репетиция прошла? Нормально, хорошая. Понравилась? Да. Баира, а у тебя какие впечатления от репетиции? Какие эмоции? Очень крутые. Понравилось? Да, очень сильно понравилось. Лилия, скажите, пожалуйста, а какие у вас были эмоции, когда... Ну, вы поняли, что у вас сын увлечён творчеством Виктора Цоя, его интерес неподдельный? Ну, впечатления, конечно, положительные. Мы всегда поддерживаем и будем поддерживать своих детей. Пусть развиваются всесторонне. Ну, самое главное, конечно, учёба, музыка. Вот это всё хобби. Вот так считаем. Баира, ты в какой школе учишься? В каком классе? В первом. Ну, в первой школе, а класс второй. Хатасская, да, средняя школа? Нет. А здесь первая средняя школа? В первой школе. Да. Понятно. У тебя первый класс? Нет, второй. Школа первая, а класс второй? Да. Отлично. Марфа Иннокентьевна, вы расскажете нам о своей школе? Конечно. Меня зовут Марфа Иннокентьевна. По образованию я сурдопедагог, окончила Московский педагогический государственный университет. Работаю в школе 20 лет, выпустила три класса, в этом году будет четвёртый класс. Ну, история школы берёт начало в далёком 1938 году в селе Тингюлю Мегана-Кангаласского района, и в 2012 году два образовательных учреждения, это школа для слабослышащих детей второго вида и школа для слабовидящих детей третьего и четвёртого вида, объединились в республиканскую специальную коррекционную общеобразовательную школу-интернат, где обучаются дети с нарушениями слуха и зрения. Сегодня в школе обучается 253 учащихся со всей республики, улыстные дети живут в интернате, школа работает в одну смену, школа является новатором в республике в развитии специальной педагогики, школа с обновлённой структурой, получается, у нас. Спасибо. Друзья, вы можете нам звонить, мы в прямом эфире, номера, пожалуйста, 32-00-66 и 32-11-66. Очень хочется посмотреть, как у вас сегодня репетиция прошла. Да. Ну, я репетирую жестами, он пел на гитаре, да. И несмотря на гид, всё равно получилось. Ой, ну молодцы ребята, молодцы ребята. Я хочу отметить, что концерт «Раскрывая сердца» у нас будет второй, он будет уже республиканского значения. В прошлом году, 8 декабря, мы провели первый, это был наш первый опыт, и было много участников со школы, откуда Марта Иннокентьевна и Савелий, да, и мы просто восхищались талантом. Действительно, ребята очень талантливые. И в этом году также представят очень много красивых совместных номеров со звёздами. И одним из звёзд, кто будет на этом концерте, является Баир. Хочу рассказать, как я нашла Баира. Значит, утром я просыпаюсь, утром я просыпаюсь, и мне приходит отказ от участника, который хотел петь, ну, то есть, которого я хотела пригласить петь песню Цоя. И тут мне ведущая концерта Яна Угаров говорит, что недавно был клип с одним мальчиком, который так классно поёт, и можно найти на ютубе. Я, значит, стала звонить всем своим знакомым, кто может найти. И в итоге, вот мы где-то через полдня нашли друг друга, да, слили, и я очень рада, что вы согласились участвовать на нашем концерте. Давайте посмотрим клип. Белый снег, серый лёд, на растрескавшейся земле, Одеялом лоскутным на ней Город дорожной петле А над городом плывут облака Закрывая небесный свет А над городом жёлтый дым Городу две тысячи лет Прожитых под светом звезды По имени солнце Баир, а почему Виктор Цой? Виктор Цой, потому что он очень хорошо играет на гитаре. Мне нравится его творчество, то, что он хорошо танцует. Вот почему именно Виктор Цой. А когда ты услышала его в первый раз? В первый раз я его услышал у папиной машины, потом я сказал, это песня из Советского Союза, папа сказал да, а потом я сказал, как его зовут, папа сказал Виктор Цой, а потом тем же вечером я хотел его послушать, и каждый день слушал и устраивал домашние концерты. А вы не удивились Лиле? Как вы отнеслись? Сперва, конечно, я удивилась. Сперва вообще даже не обращала внимания, то, что рассказывал Виктор Цой. Потом он уже начал концерты домашние устраивать, я выкладывала статусы, потом пошли люди, писали, как хорошо, ну вот талантливые, развиваете, писали. Потом он написал письмо Деду Морозу. И что ты написал? Дед Мороз, подари мне на Новый год гитару. И нарисовал гитару ещё. Ну вот, получили гитару, потом мы отдали его на курсы гитары, River Music, там учитель Иннокентий Дмитриевич занимается. И всё, вроде... А как родилась идея клипа, что нужно снять профессиональный клип и потом выложить? Это же определённая смелость. Просто сидели с мужем вечером, чай пили и решили клип снять чисто на память для семьи. Думали, что в дальнейшем наши внуки тоже будут смотреть. Да, спасибо. Савелий, а вы чем увлекаетесь? Ну, увлекаюсь борьбой и якутским барабаном. И я футболист, вратарь. Шашки. Ещё хожу на шашки. И всё. Почему я обратилась именно к Савелию на вы? Потому что Савелий просил его называть Савелий Романович. Да. Да, Савелий Романович. 27 октября будет концерт, на котором парни выступят с совместным номером. И сегодня прошла репетиция, и мы хотели бы посмотреть. Савелий Романович. Вообще, школа является одним из основных партнёров нашего проекта. В прошлом году, когда мы начали инклюзивную выставку в смарт-библиотеке, ребята вашей школы нарисовали животных, птиц с особенностями слуха и зрения. И мы представляли это для тех, кто пожелал прийти на экскурсию. Плюс ещё хочу такой маленький спойлер, что во время концерта будут участвовать две девочки, Ангелина и... Да, и Ангелина Иванова. Они будут петь песню «Ангела». Они недавно, вот в октябре, выступали в международном фестивале «Белая трость» фонд Дианы Гурской. И они прошли финал и выступили с российскими звёздами «Крок-сити» в городе Москва. В городе Москва, да. И эта песня будет исполнена на сцене «Сергиляхские одни» в совместном номере с отличником культуры Александр Николаев и с эксклюзивным танцевальным ансамблем «Илда Гей». Будет очень красивый номер, я прям заверяю. Какие у вас были ощущения, когда я вам позвонила Лилия? Удивление, наверное. Я вообще сперва уроки делали или чем-то другим занимались домашними опытами. Я вообще сперва не поняла. Вы же позвонили, сразу сказали «Виктор Цой», там «Мы ещё Виктор». Я сперва не поняла, а потом уже «Мы ещё Виктор Цой», да. Ага. Конечно, удивилась. Ну и и, конечно, будем поддерживать. Пусть участвует, он сам очень хочет, очень хочет на сцене выступить всегда. Да. Какая у тебя мечта? Мечта, чтобы когда я вырос, я стал звездой. Ну, ты уже звезда. Ну, когда я вырасту, я ещё круче звезда и буду. Я ещё круче звездой, конечно. Савелий, а когда тебе предложили петь эту песню, какие у тебя были мысли, какие у тебя были эмоции? Ну, мысли, когда предложили меня, ну, сначала я переживал, что я не смогу, паниковал. Это, ну, учительница сказала, что всё, ты сможешь. У нас такие же были, но ты же смог, смог. Вот. И я решила всё. Нет барьеров, да? Да. Ну, молодец. Действительно, вот я смотрела репетицию вашу, ну, очень круто, реально. Мне кажется, это будет один из самых запоминающихся и таких мощных номеров нашего концерта, когда в зал заработаете два звезды Савелий, Баир. Это будет очень классно. У вас ещё будут репетиции? Ну, будут, конечно. Ну, в пятницу, наверное, будет. Ну, в пятницу, да, будет генеральная репетиция. Генеральная репетиция. А совместная мы решим день потом. Хорошо. Марфа Иннокентиевна, вы про школу, может, ещё, да, хотите добавить? Ну, в школе у нас работает детская организация Big Dreams, проекты, консультационный реабилитационный центр, гнёздышко, национальный, национальный проект Добра школа, у нас ещё есть ресурсный центр по сопровождению инклюзивного образования детей с нарушениями слуха и зрения. Ну, вот, в этом году у нас ещё будут участвовать фольклорный ансамбль АЛАС, так, и танцевальный ансамбль вместе с Игорем Егоровым. И вот две девочки и Савелий будет участвовать, да? У вас очень насыщенная и активная жизнь, насколько я знаю. Да, конечно, у нас вообще времени не хватает, да, Савелий? После учёбы вообще вот поминутно у нас расписание. А вы как проводите досуг вот помимо творчества и помимо уроков, да? Чем ещё увлекаешься, Баюр? Я увлекаюсь футболом тоже. Вот, видите, как? Вратарём тоже увлекаюсь. Тоже два вратаря, оба футболисты. Ну, я вместо футбола хочу пойти на борьбу Виктор, Виктор или на рукопашке, потому что есть такой фильм «Игла» от Виктора Цоя, я увидел, как он ловкий. Я тоже хочу. Ну, потом будете общаться, Савелий, может быть, расскажешь какие-то секреты, которые можно применять в борьбе. Лилия, у вас трое детей же, да? Расскажите, пожалуйста, свои семьи кратко. Так, ну, мы многодетная семья, у нас три сына. Я сама тоже, ну, врач в детской инфекционной клинической больнице, лор-врач. Муж тоже врач. рентгенолог в третьей поликлинике. Старший сын учится в десятом классе, в среднем вот Баир во втором классе, и маленький у нас Садиковский, Максим. Отлично. Вот вообще миссия концерта это дарить радость, дарить эмоции, потому что у людей что остается потом? Остаются воспоминания. И эти воспоминания мы можем сами их сотворять. И вот это и будет происходить. Происходить на сцене 27 октября в Сергилях в 19 часов начинается концерт. Входной билет стоит 200 рублей. Эти деньги идут на благотворительные нужды. Летом в здании Республиканского общества глухих на Лизе Чайкиной 2 обвалилась крыша. И поэтому мы решили, что эти деньги пойдут на помощь в восстановлении. Конечно, этих денег не хватит, но тем не менее все люди, которые хотят прийти, вот зрители, с кем я общаюсь, они говорят, что мы хотели бы тоже какой-то вклад внести, потому что это такая радость, это вот такое счастье будут дети нам дарить сцены, то есть со сцены, и поэтому я уверена, что будет энергетика очень светлая, очень чистая. Вы увидите, как раскрываются ваши сердца, как будут загораться звездочки, то есть это будут исполняться мечты вот таких детишек, как Баир, как Савель. И мы, взрослые, можем этому помогать. Да, конечно. Мы всегда поддерживаем наших детей, да, в их развитии, в начинании мы учителя, педагоги, воспитатели. Всегда поддерживаем. Да. Так. Про Савелий немножко расскажу. Савелий учит у нас первого класса, он отличник учебы, так, и является старостой класса. Он очень любознательный, ответственный, открытый и очень одаренный ребенок. Он лауреатом, является лауреатом, во многих конкурсах стал лауреатом. Да. В прошлом году, да? И по техническому творчеству, и по разным направлениям. А своей семье хочешь рассказать? Ну, про семью могу, да. это надчетверо, мама, папа и старшая сестра, и я. Старшую сестру зовут Саина. Мы слово вроде бы, или Рыкаева. Это на следующий идет мама моя, Марина Рыкаева. На следующий папа. Папа Рома Александрович. Ну, мы живем в деревне Орлах, в село Мирного. А я родилась в Мирном, в Лусе. И спасибо. А палец не мешает, вот когда жестовое пение? Нет, не мешает. Ну, сегодня попробовали, вот нормально. Конечно, будет трудно, трудно, но вроде бы нормально. Можем. Можем, ага. Хорошо. Какие творческие планы, коротенько? Мои творческие планы это заниматься своим творчеством, которое я хочу. Заниматься также рукопашками. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, что вы сегодня пришли. И я вам благодарна от чистого сердца. Дорогие зрители, уважаемые слушатели, мы продолжаем передачу Якутск сегодня, и сегодня веду его я, Анна Федорова, автор инклюзивного проекта, и дальше мы будем говорить о языковом ландшафте в городе Якутске. Гость сегодня Алла Наговицына, языковой активист. Скажите, пожалуйста, Алла, вообще, что такое языковой ландшафт? Здравствуйте, Анна, здравствуйте, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. Слово такое, языковой ландшафт, я сама тоже недавно узнала об этом, его еще называют лингвистический ландшафт, это совокупность разных языков в общественном пространстве многоязычных городов. Вообще, в Российской Федерации многоязычные города, если говорить, то в первую очередь, наверное, национальные республики, Республика Бурятия, Республика Татарстан, где помимо государственного языка Российской Федерации и русского языка представлен государственный язык Национальной Республики, Бурятский, Татарский, соответственно. Вот, интересно, оказывается, я думала, что только языковой ландшафт может только быть таким, но в России еще есть, помимо этого, туристический, например, вот если бы были в Приморском крае, там можно заметить, что есть, ну, на китайском языке, то есть это совокупность всех вывесок, указателей, рекламы на нескольких языках. Еще есть, оказывается, язык трудовых мигрантов. Вот в Санкт-Петербурге, в едином центре документов, там таблички начали делать на таджикском, на узбекском языках. Ну, это про комфортность. И как вы считаете, у нас обстоит дело в городе Якутске с лингвистическим ландшафтом? Если говорить о указателях, да, аншлагах улиц, то я думаю, что он представлен только на русском языке, а если говорить о названиях, например, торговых центров, каких-то магазинов, то тут и английский есть, например, норт, да, есть и саха, на языке саха, например, алас, да, урага и так далее. Но специального тут исследования в Якутске, к сожалению, не проводилось. Я знаю, что такое было в Татарстане, они изучали, насколько английский сколько процентов занимает, сколько татарский язык, сколько русский язык, но у нас такое исследование не было. А почему вы фокусируетесь на этом? Вот что для вас, вот вывески, аншлаги, названия улиц, почему обязательно должно быть двоязычие? Ну, Якутск, вообще столица национальной республики, да, я была там в городе Бакане, в Кызыле, в Горно-Алтайске, в Казани, и вот наличие таких орнаментов национальных, да, когда аншлаги, вывески продублированы на языках национальных республик, это добавляет изюминки, привлекает, ну, такую, добавляет изюминку, да, туристическую привлекательность, и, ну, вообще, если идти по городу Якутску, то можно же подумать, что ты, например, идешь по Хабаровску, без разницы, проспект Ленина, как бы, можно подумать, ну, в некоторых местах есть такое ощущение, да, и поэтому летом, в августе, мы встречались с главой города Якутска, Евгением Николаевичем Григорьевым, где обсуждали проблемы сохранения развития языка Саха, и, ну, один из таких тоже важных вопросов был создание языкового ландшафта. Евгений Николаевич сказал, что, да, он очень готов развивать, создавать языковой ландшафт в городе Якутске, и вот у нас сейчас реализуется, ну, на стадии реализации одна задумка, мы хотим продублировать улицу Аюнского на двух государственных языках, на русском и на языке Саха. Ну, почему именно улица Аюнского, да, вы спросите. Дело в том, что 11 ноября исполняет республика будет праздновать 130-летие со дня рождения Платона Алексеевича Аюнского, и поэтому, ну, мы хотели вот такой, ну, сделать такой подарок, наверное, да, во-первых. Во-вторых, в 2032 году республика будет праздновать 400-летие со дня вхождения в состав Российской Федерации, со дня основания города Якутска, и очень хорошо было бы, если бы, конечно, весь город Якутск, все улицы были вот с двумя такими двуязычными аншлагами. А как дело обстоит с языковым ландшафтом в национальных республиках, а в других городах? Так, Анна, я вам отправляла фотографии, да? Да, сейчас режиссеры покажут. В других республиках, например, в Татарстане, там все таблички продублированы, в Башкортостане очень хорошо ведется эта работа, в Улан-Удэ началась эта работа, в Сафтывкаре, ну, то есть в национальных республиках вот эта работа ведется активно. Вот я знаю, что у вас пять детей, и несмотря на это у вас еще хватает сил, энергии заниматься продвижением родного языка. Спасибо вам за это. Вам спасибо, Анна, конечно. Меня вообще очень как бы, почему вот это движет, да, вот мной это? Наверное, мной движет желание менять мир в лучшую сторону. У нас был опыт, мы в 2014 году меняли дорожные знаки в Хангаласском области. Вы, наверное, туда ездили, да? Да, конечно. На границе, там написано Хангаласулуга, Хангаласский район, и дали там кулаты, ряга, речка кулаты, экты, ну, с учетом транскрипции якутского языка. Вот, но мы надеялись, что другие муниципальные образования подхватят эту идею. Это мы делали кэсэхоланхо в Хангаласском лусе. Но, к сожалению, эта практика не слишком, по-моему, привелась. Ну, у некоторых, я знаю, в лусах начали менять, да, вот эти дорожные знаки. Ну, в целом, мне кажется, человек должен быть проактивным, менять мир, пытаться менять мир, да, насколько это возможно в его силах. Да, мне эта идея, я тоже очень солидарна, мне эта идея близка к продвижению родного языка. Потому что для меня сейчас родной язык это не только про коммуникации, это про то, что мы носители этого кода. И, кстати, хочу сказать, да, уважаемые зрители и слушатели, о том, что в Телеграм-канале есть группа, которая называется хэштег 400 Сахатла, где люди делятся своим мнением, почему важно знать свой родной язык, почему важно его изучать. Вы, пожалуйста, подпишитесь, вы можете послушать и плюс сами же стать участником этого челленджа, где также выразить свое мнение, почему для вас это важно. Да, мне очень нравится этот челлендж и мне понравилось, что такое видео отправили Петр Иванович Захаров, наш доктор медицинских наук, заслуженный кардиохирург Республики, Виктор Филиппович Потапов, заслуженный учитель Российской Федерации, народный учитель Российской Федерации. Ну, в общем, мне кажется, что если каждый будет носить свою лепту, да, наш язык, несмотря на глобализацию, на то, что угроза исчезновения по данным ЮНЕСКО, наш язык сохранится и впредь наши дети, внуки смогут говорить на этом языке. Да, и сохранение родного языка, а также выражение его в ландшафте нашего города, это очень важно, потому что это же как фон, да, который откладывается в нашем подсознании и мы видим. И было бы очень хорошо, если бы, например, в автобусах тоже были бы вывески на русском и якутском, если бы были бы какие-то плакаты на тех же автобусных остановках, да, когда есть время, ты едешь в автобусе, ты можешь, ну, параллельно, получается, изучать. Изучать, да, получать какую-то информацию, да, согласна. Ну, помимо вот дорожных указателей, да, шлагов, мы планируем еще совместно, кстати, с газетой Кым провести такую акцию, да, это антипремия, скажем так, саламат с языком. Почему саламат с языком, да, ну, это как бы, по идее же, в какое-то вкусное блюдо у нас в республике, ну, саламат это каша, да, с языком. Это, мы хотим такую антипремию давать тем бюджетным учреждениям, государственным, муниципальным, те, которые неправильно у них табличка, официальная табличка или вообще отсутствует. Вот такая практика была в республике Татарстан, они ежегодно выдают такую антипремию, называется у них тяжело с татарским. Ну, у них анонсируется по всей Российской Федерации, конечно, и, как рассказывали сами Конгресс татар, чтобы не получить эту антипремию, там, и бюджетные предприятия, очень стараются, но у них еще жестче требования, то есть, у них должен быть и сайт на татарском, то есть, и на русском, и на татарском, то есть, они очень поддерживают, требуют, чтобы был билингвизм, реальный билингвизм. Да, я была участником августовского круглого стола по продвижению якутского языка, было очень много неравнодушных, да, Яна Угарова организовала этот круглый стол, он был очень содержательным, и было много тех, кто говорил практичные, реальные вещи, которые можно реализовать. Да, да, ну, вот вы сказали, что нужна работа по остановкам, по автобусам, да, мы недавно встречались тоже с главным архитектором. Вообще, Евгений Николаевич, то, что провел такое совещание, это вообще замечательно. В целом, администрация города готова создавать языковой ландшафт в городе Якутске, и вот планируется одно такое интересное мероприятие, но, наверное, пока останется таким небольшим секретом, наверное, ближе к весне, когда что-то уже будут реальные подвижки, мы, наверное, будем рассказывать об этом проекте. А в скором будущем какие-то мероприятия ожидаются? Да, в ноябре, 26 ноября, у нас планируется проведение фестиваля QRG. Этот фестиваль проводится сообществом QRG, это блогеры, языковые активисты, сообщество, да, проводился он впервые в 2009 году, до пандемии, но в связи с пандемией немножко, как бы, вот это все затормозилось, но вообще сам фестиваль прошел очень интересно, охват был порядка двух тысяч человек. Цель этого фестиваля рассказать о том, что в городской среде, в условиях глобализации, есть такие кружки, вообще, как бы, среда, где родители могут учить своих детей на родном языке. И организаторы очень надеются, что это будет довольно очень интересное мероприятие, где будут площадки и для родителей, и для подростков, да, и вот в рамках этого фестиваля у нас сейчас проводится конкурс сценариев социальных роликов на тему, как сохранить родной язык. Это очень актуально, очень актуально, ни для кого не секрет, что дети наши не говорят на родном языке. С самого рождения они слышат русскую речь, потому что в ютубе, потому что мультики, потому что в детском саду идет разговор только на русском языке, да, и таким образом мы начиняем терять свой родной язык. А ведь даже Михаил Ломоносов сказал в свое время, да, народ, который не знает своей истории языка, вынужден вымирать, да, и поэтому спасибо, что есть активисты, да, которые, понимая свою позицию, которые осознанно относясь к этому вопросу, потому что то, что мы сейчас формируем, это достанется нашим детям. И, конечно, хотелось бы, чтобы дети жили в более здоровом обществе, да, и знали свои корни, знали свой родной язык, потому что когда мы говорим дома, каждый может начать с себя просто дома разговаривать на якутском языке. Да, согласна. Ну, я вообще считаю, что современный человек, культурный, образованный, в первую очередь, он должен знать свой родной язык и культуру, другие языки, да, сейчас очень людей, ну, модно, да, скажем, учить английский язык. Мне кажется, что если человеку понадобится, он в течение жизни сможет выучить английский язык, тем более он такой, ну, по сравнению с якутским языком, он не такой сложный, да, скажем так. И вот я хотела докончить про фестиваль Кюреге. Вот будет конкурс социальных роликов. Вообще, социальные ролики, вот вы, смотрели, Анна, были тайские ролики такие, вот любите родителей, там, относитесь с детям как-то так, да. Вообще, тоже вот идея таких роликов не нова. Я подсмотрела в 2013 даже году, делали его в Бурятии. Там запомнится такой ролик, молодой человек приводит свою девушку, знакомить с бабушкой и дедушкой в ЛУЗ, и, а девушка не говорит по-бурятски, а бабушка с дедушкой не понимает русский язык. И вот у них такая возникла, и посыл был такой, учите язык, чтобы поколения понимали друг друга. Вообще, социальная реклама, она очень нужна. Я летом видела на НВК Саха тоже, почему вы учите свой родной язык, чтобы легче было учить китайский, да, японский. Я увидела, и мне очень понравилось, потому что, в принципе, через телевизор идет же какая-то аффирмация, да, все равно всем какие-то установки, да, и социальная реклама такая, она бы, мне кажется, очень помогла бы людям задуматься, да, вот будни этих таких, работа, школа, дом, там, что-то, что, да, действительно важно сохранить родной язык ради детей, ради своих. Вот с одной стороны, вроде бы мир действительно стал глобальным, мир стал быстрым, да, мы можем связываться с людьми, ну, вот посредством того же Зума, да, например, да, сейчас есть много таких площадок, но знание родного языка это все-таки про самоидентификацию, про личность, никто не хочет, наверное, быть таким, ну, как все, что ли, да, все равно каждый человек, он уникальный, и знание родного языка это про уникальность в моем понимании. Да, конечно. Хорошо, значит, в ноябре месяце мы ожидаем вывестки на улице Айунского, которые будут билингвальные, да? Да, да, проект уже, в принципе, подготовлен, там, кстати, интересная история такая была, есть же два варианта, получается, да, если говорить по правилам языка Сахат, там, транскрипцией можно улуса, и можно сол, дело в том, что, например, в Казахстане используют слово жол, ну, как сол, да, как дорога, и вот тут тоже возникла дискуссия немножко, потому что, что лучше, но у нас в республике действует комиссия по терминологии, и вот на совещании, которые решили, что слово улица, а на самом-то деле слово улица произошло... да, это калька, ну, точнее, к транскрипции, потому что она вошла в обиход, она очень используется, она использует транскрипцию языка, поэтому, то есть, как бы заменять чем-то новым, ну, возможно, тоже как-то, да, как бы считается, что дорога что-то большее же, как бы, не обязательно улица, да, это можно быть и шоссе, это как символ, но аюнское соло, это же как символ. это на самом-то деле звучит. А в итоге тогда как будет? Будет аюнское улице. Аюнское улице, Ну, по идее, слово улица, да, вообще возникло же, смотрели темологию слова, там от слова ула, оказывается, произошло. Как? Ула. Ула? Ага, и оно имеет, оказывается, единую основу со словом улей в русском языке. А, да. Вообще, оно тоже, русло реки переводится, оказывается, древнегреческого, и даже смотрели, что такое стрит, и оно тоже, в английском слове стрит, тоже произошло от такого слова древнелатинского мощёная дорога. То есть, по идее, в основе своей, и стрит, и улица, они имеют этимологию дорога, по идее. Ну, поэтому могли бы использовать, в принципе, слово, да? Вот вы упомянули о том, что вы работаете с архитектурой города, да, и видите там отклик, и они идут вам навстречу. Какие-то ещё реальные проекты есть дальше по улучшению языкового ландшафта у нас, ну, пока в городе будем говорить, да? Да, да, мы встречались, вот я говорила, с главным архитектором, у нас планируется один проект по остановкам, но он только, вот я сказала, жал, что там пока нету как бы такого реального что-то, но есть очень хорошая задумка, и в следующем году у нас будут проводиться игры «Дети Азии», будут гости иностранные, и надеемся, что этот проект будет реализован, и он будет прикольно. Да, Алла, спасибо, что вы откликнулись и пришли на наш эфир, очень интересно вы рассказываете, я очень рада, что действительно силами энтузиастов делается очень много для того, чтобы действительно сохранять родной язык, и для того, чтобы он был, в каждодневном обиходе всех, кто живет у нас в республике. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok